В Шемкенте частные детские сады повышают оплату за посещение. Родители эту новость восприняли в штыки. Они говорят, что стоимость услуг поднялась сразу на 30 тысяч тенге. И многие теперь не могут позволить себе оплачивать садик. А мест в государственные и дошкольные учреждения всем не хватает. Анастасия Новикова разбиралась. В Шемкенте родители, чьи дети посещают частный детский сад, недовольны резким повышением цен за услуги. Если раньше они платили 35-45 тысяч тенге в месяц, то теперь с них просят 65-75 тысяч тенге. В зависимости от возраста ребенка. Они возмущены и тем, что руководство сделало это в середине года и без предупреждения. Цену подняли. Вот теперь нам неудобно 200 тысяч платить в месяц за трех ребенка. И там еще дополнительно все включается. Например, там камеры включаешь, услуги есть еще, которые, кружки есть, тоже дополнительно включаешь. Выпускной год в мае, а до этого сейчас никто, никакой садик не возьмет их. По словам многих родителей, они так и не получили договор, который подписали еще в сентябре. Но уверяют, что в нем прописана та сумма, которую они платили до этого времени. Говорят, есть и другие нарушения. Мы когда пришли в садик, нам предупредили, что будет вступительный взнос. Я хочу сейчас детей забрать, они не возвращают. Но в договоре там указано то, что вступительный взнос берется за счет того, что мы в летний период будем детей забирать в отпуск на 60 дней. Но сейчас я прошу, говорю, если я заберу детей, получается, летнего периода у меня не будет. По словам представителей детского сада, они ранее уведомили родителей о том, что цену пересмотрят с 1 апреля. За счет этого хотят поднять зарплату 35 сотрудникам. Вынуждены были и потому, что повысились цены на продукты и хостовары. Мы работаем по уставу. В уставе сказано, что собственник сам принимает решение о том, на какой процент поднять цену. Мы повышаем цены, чтобы удержать наших сотрудников. В договоре также есть пункт о вступительном взносе. Вступительный взнос – это гарантия вашего намерения регулярно посещать сад. Он идет на покупку постельного белья и расходных материалов. По словам юристов, перед тем, как подписывать любой договор, следует внимательно ознакомиться с его положениями. А еще нужно забрать второй экземпляр. Договор должен быть составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр должен быть передан на руки родителям. Там родители должны ознакомиться, какие обязательства есть со стороны детского сада, какие обязательства у родителей. А по повышению цены в детском саду обязаны уведомить за месяц. В этом детском саду сейчас воспитывается 170 детей. Есть и поддержка от государства в виде подышевого финансирования. Настя Новикова, Дарина Абзеев, Абзал Требеков, Информбюро Шумкент. Каждый вечер мы рассказываем обо всем, что по-настоящему важно. Самые честные новости, аналитика и мнения. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будете знать, что происходит в стране и в мире.